Всем привет! Это канал Про Цветок, и меня зовут Дмитрий. Сегодня я расскажу о жировании томатов и как справиться с этой большой проблемой, чтобы остаться с урожаем. Жирование томатов – очень частая проблема у огородников, и распознать ее симптомы довольно легко. Стебли томатов растут очень толстыми, листья широкими, изумрудного, насыщенного зеленого цвета. А также, когда томаты зацветают, на вот этих кисточках образуются небольшие листочки. Но самый верный признак – это то, что макушки томатов закручиваются, они становятся шарообразной формы. Если у вас такая ситуация, то нужно предпринимать срочные меры, чтобы устранить жирование. Кстати, у разных сортов томатов жирование может проявляться, либо не проявляться, очень явно. Например, те же черри, они имеют тонкие стебли, тоненькие листики, и жирование заметить довольно тяжело. У черри обычно нету подворачивания верхушки, вот таких характерных признаков, потому что листочки тоненькие. Но у черри листья начинают расти длинными и закручиваются жилками наружу, вверх. И это также признак жирования томатов. Но есть сорта томатов, которые устойчивы к жированию. Например, это сорта гномы. Как я заметил из своего опыта, такие томаты не жируют. Вот такая их особенность. А теперь поговорим о причинах жирования. Основная причина жирования – это излишнее внесение азотных удобрений. Это не только классические азотные удобрения, например, та же мочевина, либо аммиачная селитра, а также и органические удобрения. Навоз, куриный помет, а также различные гранулированные органические удобрения, которые мы добавляем в лунку при посадке. Если их внести большое количество, то томаты начнут непременно жировать. Также на жирование могут влиять и частые подкормки, той же и бродиловкой, и компостным чаем, и настоями куриного помета. Поэтому все должно быть в меру. Когда вы посадили томаты в теплицу, через две недели мы приступаем к подкормкам. Например, подкормливаем их компостным чаем, либо бродиловкой. Достаточно провести 2-3 подкормки и завязать с этими подкормками, потому что произойдет жирование. Вторая причина жирования – это очень частый и обильный полив. Чем больше томаты получают влаги, тем активнее начинают расти, образуется много пасынков, растет быстро листва и опять же начинается жирование. Поэтому томаты нужно поливать в меру, не переуложнять почву. Третья причина – это очень частое применение стимуляторов роста. Большинство стимуляторов роста содержат в себе ауксины, которые и отвечают за активное наращивание зеленой вегетативной массы. И если их неограниченно применять, опять же начинается жирование. В принципе, от стимуляторов роста можно и вовсе отказаться, если вы применяете биопрепараты на основе полезных бактерий и почвенных грибов. Эти натуральные микроорганизмы и вырабатывают фитогормоны, которые и ускоряют рост и развитие растений. И в принципе, никакие дополнительные регуляторы и стимуляторы роста, если вы используете биопрепараты растениям, и не нужны. Когда идет жирование томатов, активно наращиваются листья, активно растут пасынки и завязывается очень мало плодов. Поэтому меры по исправлению этой ситуации нужно применять незамедлительно. Итак, какими же способами можно устранить жирование? В первую очередь, вам нужно убрать полностью подкормки азотными удобрениями и перейти на подкормки калинофосфорными. Лучше всего использовать для подкормок монофосфат калия, либо сульфат калия. Эти удобрения помогут решить ситуацию очень быстро. Берем одну столовую ложку удобрения, например, монофосфата калия, и растворяем в 10 литрах воды. Затем под каждый кустик хотя бы по пол-литра такого раствора удобрения. Перед подкормкой, конечно же, томаты нужно обязательно пролить чистой водой, потому что любые подкормки удобрениями мы выполняем по влажной почве. Затем, когда мы выполнили такую подкормку, томаты нужно посадить на сухой паёк. Что это значит? Хотя бы неделю, а то и больше томаты нельзя поливать. Они должны испытать стресс от засухи, чтобы не смогли потреблять излишнюю влагу. В этом случае жирование затормозится, и томаты начнут нормально развиваться. Кстати, и калинофосфорные удобрения препятствуют вот этому излишнему усвоению влаги томатами. Поэтому и подкармливаем мы томаты именно калинофосфорными удобрениями. Через неделю вы обратите внимание на листья. Если верхушки начали распрямляться, листья выравниваться, значит ситуация поменялась, и томаты будут развиваться нормально, дадут урожай. Но если даже через неделю после подкормки ситуация не изменилась, томаты по-прежнему со скрученными листьями жируют, то проведите еще одну подкормку монофосфатом калия. Опять же, одну столовую ложку на 10 литров воды и полейте томаты. И еще одну неделю подержите их на сухом пайке. Многие огородники спросят, можно ли устранить вот это жирование с помощью натуральных удобрений, например, той же древесной золы. На самом деле, древесную золу можно использовать, но у нее есть один существенный минус. Зола действует медленно, а жирование нужно устранять очень быстро. Потому что в золе содержится и калий, и фосфор, но пока они усвоятся растениями, жирование продолжится. А значит и урожайность у вас потеряется, плоды не смогут завязаться. Поэтому золу лучше все же использовать для внесения заблаговременно, перед посадкой томатов. В этом случае такое внесение пойдет только на пользу. Если вы столкнулись с жированием томатов, то обязательно проведите вот такие подкормки. И в этом случае урожай у вас будет. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!